Сегодняшняя наша тема — это Solid. В прошлый раз мы с вами разговаривали про design patterns и сказали, что есть такие принципы, которые придерживаются многие программисты, когда работают в группе. И вот, еще один из таких вещей — это общее понятие, или там, как скажем, типа как этикет создания каких-то программных продуктов в команде. Значит, есть такой принцип, называется Solid. Это на самом деле сокращение нескольких слов. И когда мы создаем какую-то систему, стараемся всегда эти пять принципов держаться. Почему? Потому что завтра, когда нам нужно будет расширяться, или там ваш код будет дальше продолжать другой программист, вы на другую задачу будете переходить, вы перечлили на другую задачу, там кто-то что-то написал, вам нужно его потом дальше понять и дальше там разрабатывать и так далее. Вот при таких случаях нужно будет уже всем думать о том, как написать код таким правильным путем, чтобы можно было завтра взаимно заменять программистов местами. То есть взяли у вас там в команде 10 программистов, которые пишут в одном и том же языке программирование. И хоть это будет JavaScript, хоть это будет C Sharp, C, Python, неважно. Сегодняшняя тема – это язык он не выбирает, а выбирает конкретно только тактику. И вот, и, к примеру, у вас там есть 10 JavaScript-программистов. Вы хотите некоторые из них оставить в фронт-энде, некоторые на бэкэнд и также меняете, да? Так как вы знаете, когда новый проект вы делаете, к примеру, связка Node.js с Angular, да, у вас идет. И вот, когда вы новый проект делаете, в начале проекта основную задачу там, очень много задач у вас бывает у бэкэндщиков. Там структуру они создают, балу создают, там как сохранять и так далее, все это делают. А в это время вам не все программисты нужны на фронт-энде, они только создают там оболочку, там верстку какую-то, там и так далее. То есть из 10 программистов достаточно будет там троих-четверых поставить на фронт-энде в начале, да? Ну, первый месяц. А в втором месяце уже у вас будет 50 на 50. Почему? Потому что у вас уже структура есть, теперь нужно программировать в фронт-энде, да? И дальше уже на третьем, когда уже бэкэнд закончился, остается вся лойка на фронт-энде завершить. Вы берете там с четырех программистов или с 7 программистов кидаете на фронт-энде, и трое остаются бэкэнде, да? Ну, на поддержку. И как вы видите, здесь такой вопрос возникает, что, чтобы вы безболезненно могли переходить, проводить ваших программистов с одной командой на другую или там с одного проекта на другую и так далее, значит, вам нужны какие-то принципы, держаться в каких-то принципах, чтобы переход был более-менее легче, чем просто взял и спагетти-код написал, да? Вот такие вот принципы у нас называется... Ну, один из таких принципов, это называется солид. Солид – это, на самом деле, первая буква пяти слов. Почему он солид называется? На английском, вы знаете, есть такое слово солид, да? Такой твердый он. Ну, приближенно к этому слову они и так и называют. А теперь сами слова. С – это Single Responsibility Principle. Single Responsibility Principle. O – Open-Close Principle. L – Liskop Substitution Principle. I – Interface Segregation Principle. И D – Dependency Inversion Principle. Значит, сегодня мы с вами рассмотрим вот эти пять принципов. И для каждого принципа я вам примеры буду приводить и объяснять, почему каждый принцип нужен. Возможно, не все пять принципов вы будете завтра использовать в одном проекте. Возможно, вы будете только один использовать, два использовать и так далее. Но главное, вам нужно какие-то, в принципе, держаться каких-то принципов. И создать в своей команде, ну, где бы вы ни работали бы, такую вещь, чтобы у всех почерк был одинаковый. Если вы знаете, когда вы на первый класс ходили, у ваших одноклассников, у многих были схожие почерки. Почему? Потому что, как писать, вам преподаватель учил там каждую букву отдельно. И зато, как бы, вы по той схеме, как преподаватель вам это преподнес, вы по этой схеме писали, и зато ваши почерки были схожие. А когда вы смотрели почерки других классов или других школ, вы уже отличались. А, знаешь, так и такие почерки есть. То же самое и здесь, в программировании. Вам нужно сделать такую вещь, чтобы в вашей команде, чтобы в вашей команде всегда почерк всех ваших программистов был одинаковым. Чтобы, когда вы читаете чужой код, чужой код своей команды, вам не было болезненно, и вы смогли бы легко это все прочесть и так далее. Вот. Значит, начинаем. Значит, первый принцип. Single Responsibility Principle. One class should have only one and only one responsibility. Ну, что такое этот нож, вы знаете, да? Видели такие ножи? Да. Назвярский. Ой, нет, консуарский. Swiss Army Knife называется. Это, как бы, швейцарский нож, так, как бы, на русском это будет. То есть, типа брелка, который можно, как, с ключами тоже вместе это таскать, да? И у него, как вы видите, очень много-много таких вещей, которые можно использовать. Ножницы, пилка, открывашка, там, нож, там, и так далее, да? Вот. Single Responsibility Principle говорит, что ваш класс, который вы написали, должен отвечать только одному вещи. Не так, как вот Swiss Army Knife. Как вы видите, у нас вот у Swiss Army Knife... Так, где мне лазер? Давайте лазер включу. Вот. Так, как вы видите, у нас очень много вещей. Вот. Ножницы вижу, какую-то пилку вижу, открывашки какие-то разные, да? Сам нож, такой вот открывашки и так далее. То есть, когда вы пишете код, у вас он говорит... You should have only one and only one responsibility. То есть, он говорит, что у вас должно быть только одна функция, реализованная в одном классе. Как это делаете? Привожу пример. У меня есть класс Employee. Employee. Пока что не обращайте внимания синтекс самого класса. Вам нужно знать... Я этот синтекс выбрал, чтобы легче было понять. Если я сейчас все это на Kotlin переведу, много чего у вас непонятно будет. Я общий принцип взял, общий синтекс взял. Ну, в сиподобных языках. Итак, есть класс Employee. Значит, у вас кто-то работает, да? У вас есть Employee ID, название Employee Name, адрес, даже его адрес, и Work Started Date. Ну, когда он начал работать. И идут методы. Is Promotion due this year? То есть, будет ли у него надбавка в этом году? То есть, если он хорошо работал, финансисты хотят ему какую-то надбавку сделать. То есть, есть такой принцип за рубежом, что... Ну, или у нас тоже есть, как называется, тринадцатая зарплата, да? А за рубежом он говорит, что у тебя накопительные бонусы есть, и если ты год поработал, у тебя в конце году какой-то вот этот бонус дадут, типа такого. Или вторая вещь – это Calculate Income Tax for Courtyard. Ну, вычислить налог на доходы, да? Это бухгалтеры считают, там, и говорят, ты должен в этом году вот столько-то налога оплатить. Ну, у нас стандартно двенадцать процентов, так что вы можете любую общую сумму взять за год, да? И из него двенадцать процентов вам нужно будет оплатить налоги. Вот. Вот два метода такого есть. Ну, и дальше там, Getter, Setter и так далее. Вот, от такого вот видео у вас класс есть. Как вы думаете, что у этого класса не так? Так как я считаю, что этот класс неправильный класс. Скорее всего, он все подряд делает. Слишком... Да, первое, вы правильно сказали, он делает много вещей. Первое, он хранит данные работника. Второе, он вычисляет его бонус. Третье, он вычисляет его налоги. И, возможно, вот налоги и промоушен, они могут откуда-то что-то брать. Это уже второй вопрос, но главное, они здесь вычисляют. С этого делается такая вещь. Делается постепенно каждый кусок вашего класса, который там не должен быть в одном классе, они отдаются другим классам. Например, возьмем, is promotion due this year? Это сколько бонусов ему нужно дать? Сколько бонусов ему дать, это решает HR-отдел, ну, который с кадрами работает, да? Ну, так как это если их задача, давайте отдадим им. Сделаем HR Promotion, класс HR Promotion, который содержит у себя метод is promotion due this year. Ну, всю логику и так далее, все это отдаем. А здесь, как вы видите, мы ему отдаем employee. То есть, если мы какого-то сотрудника мы ему отдадим, он может теперь все это вычислить. В таком вот виде. А до этого, как вы знаете, у него параметров не было, из этого он работал только с этим employee. Ну, чтобы не грузить, сказано, давай, я тебе employee дам. У тебя какая-то логика, мне неинтересно. Ты сам здесь свою логику сделаешь и скажешь мне в этом году, сколько у него бонусов будет. Ну, бонусов будет или у него там минус будет и так далее, да? Ну, типа такого. Вот. Отдание HR-отдела. Так, вторая часть. Calculate income tax for current year. Вычисляем налоги. За этот год, да, к примеру. Ну, если это делает финансовый отдел, то давайте отдадим финансовому отделу. Вот. Finance, IT Calculations, income tax for current year. То есть, вот, отдел финансов теперь будет вычислять налоги, зависимо от employee. То есть, я ему даю employee, кто он такой, когда он пришел, а они мне дадут там его налоги. А откуда они берут, там у него часть данных у них у себя есть, ну, когда он сколько там за оплату получал у них есть. А employee им нужно, чтобы его идентифицировать, кто он такой. Вот. И после этого у нас вот в классе остается только вот такая вот вещь. То есть, employee – это employee ID. Employee – это класс, который для сотрудника. У него есть employee ID, name, address и work started date. Все, больше ничего нет. И общая структура у нас, значит, получается следующим образом. У нас был один класс, который содержал данные работника и два метода. Мы взяли, его убрали, то есть два метода отдали другим вот классам. Эти классы могут использовать этот объект и вся эта логика уже как бы работает. Ну, только отличие в том, что если мне нужно теперь promotion due this year, я не делаю employee.promotion, да? И самое интересное – это было single responsibility, то есть один класс должен отвечать на одну задачу. Вот, вот эта вот часть – это наш первый принцип. Понятно пока с single? Да, пока понятно. Пока понятно, отлично. Так, здесь я еще хочу одну вещь рассказать, это по поводу переменных. Как видите, здесь написаны такие длинные-длинные методы. Можно было бы… Из promotion due this year можно было бы написать из promotion, из промоута, да, к примеру. Есть ли у него бонус? Нет, пишется из promotion due this year. До этого года у него есть что-то такое. То есть старайтесь всегда писать понятные методы, понятные переменные, чтобы вы когда читаете завтра, вы смогли из названия самого класса понять, что он делает. Не нужно какие-то комментарии писать и так далее, потому что комментарии, они… Так. Это такая вещь, когда вы, когда создаете метод, вы одну комментарий написали, а потом метод поменяли, а комментарий остается, чтобы такого не было. И здесь вот. Calculate income task for current year. Можно было написать просто calculate tax, да? Вычисли налог. Ну, а здесь пишется нет. Вычисли налог на доход для текущего года. Если вам нужно будет в следующий год, вычисли налог для доход для следующего года, для предыдущего года. Или вычисли налог не income, а там, не знаю, из аренды, из outgoing, из еще чего-то. То есть разные методы могут быть, разные вещи могут быть. Из этого вот такого длинно-длинно это все написано. Вы тоже старайтесь, когда вот с неймингом занимаетесь, вот, не делайте там k, h, m, n и так далее. Делайте понятные вещи, там, for, индекс, равняется с единицей до 100, там, и так далее. Или там, array, да? Нет. Делайте array of чего-то, чего-то. Пусть он длинный будет, но ваш, вы же не всегда эти, эти слова печатаете, а там ID он вам уже сам подсказывает, вы просто выбираете. Так что сейчас нет такого нужды, чтобы я буду писать вот это слово, там, 10 раз, из этого она длинная. Нет, такого сейчас нету. Вы просто делаете fin, он сам покажет fin IT calculations. Вы выбираете, точку ставите, он вам покажет calculate income, скажется да, и все. То есть за 4-5 клавиш вы вот это такое длинное слово написали. Окей? Это тоже один из вещей по стилистике. Так, идем дальше. Да, комментировать всегда надо. Комментировать и сейчас надо, и здесь надо. Но, если вы смысл вашего метода отдадите названию вашего метода, то вам легче будет его завтра там использовать. Почему? Вам не нужно будет переходить на класс, где там этот метод был создан, и там читать комментарии, когда вы можете просто из самого названия функции понять, что он делает. Вы же эту функцию будете использовать в другой функции из этого. Поняли? Да. Так, идем дальше. Open-closed принцип. Software components should be open for extension, but closed for modification. Ну, вот орехи вы видите правильно, и что вы понимаете по этому рисунку? Открыто для расширения, но закрыто для мастер-фикации. Да, а вот это, что этот рисунок дает? Может быть, не ломать структуру? Да, если у вас уже орех созрел, уже он есть, не ломать его, он должен так остаться. Вы помните, когда там, раньше ребята играли там с орехами, там, игру, которой там нужно было из круга вывести ореха? Помните такую вещь? Ну, возможно... Выбить? Да, выбить из круга орехи. У каждого свои орехи были, там, на одну линию все это ставили, и там, вторым орехом это все выводили. Помните такую игру? Да, да. Вот. И в этой игре было open-close принципов. Они сам орех не трогали, а они с изолентой его расширяли. Нужно было его как бы тяжелее сделать. Они что делали? Брали хороший орех, который крепкий такой, да? И на него изоленту делали. То есть, получается, что орех у вас тот, который был, остается, и он открыт для расширения, то есть, вы на него что-то можете добавлять, но он закрыт для изменения. То есть, вам нельзя этот орех сделать там квадратным или другим и так далее. Можно вопрос? Да. Это ли значит, что, например, есть какие-то объекты, орехи, и они уже целостные, уже созданные другим программистям? А если мы хотим что-то для них создать, какой-то модуль новый, мы это должны отдельно, а в другом классе делать. То есть, не надо старый класс трогать, а надо расширение делать. То есть, уже дополнительную функцию вводить вне этого класса. Можно дочернее просто приписать. Да. Всегда будете использовать дочерный. Это говорит и этот принцип. Да. Этот принцип говорит, что вы можете только его расширять. вы не имеете права старый класс менять, который до вас делали. Знаете, почему так делается? Вот они старым классом какие-то уже программу создали, и какие-то части кода у вас, они работают. Где это использовано, вы не знаете. Ну, нужно искать, чтобы это все узнать, да? И чтобы вы никогда не будете тратить время искать, где этот класс был использован. Из-за этого вы его не трогаете, а его расширяете. А если вы будете что-то менять, там, вместо слова name поставить full name и так далее, то какие-то части вашего кода, они упадут. Они не будут работать. И вам сложно будет найти, почему они не работают. Вот, чтобы такие вещи не были, класс не трогается, а он только расширяется. То есть через дочерние классы пишутся, как бы, новые методы и переменные к этому классу. Но не этому классу, а к дочернему классу. И дочерний класс используется в новых методах. А через какое-то время, да, можно какие-то методы, классы и так далее ставить на deprecated. А потом, потом в вашем, как бы, новых системах уже используют только новые классы, а через какое-то время, через рефакторинг убирать deprecated функции. Но deprecated функции, методы, они убираются, там, не знаю, раз в 3-4 года, как бы. То есть когда у вас есть очень много свободного времени и хотите, там, как-то очистить ваш код, чтобы у вас не было не 100 мегабайт, а чтобы было, там, 80 мегабайт вашего кода. Ну, обычно так не делается, но есть люди, которые такие вещи тоже делают. Вот так, значит, наш класс, он открыт для расширения, то есть мы можем из нашего класса создать другие классы, но он закрыт для изменения, то есть мы не должны его изменять. Сейчас приведу один такой хороший пример, который вам объяснит, почему так нужно работать. Окей? Итак, у нас есть класс Shape. Вот он, класс Shape. У него есть тип, ну, Integer, mType. Я взял, и этот класс, он отвечает на одну вещь. Он у себя содержит только тип фигуры. Проще ничего не делать этот класс. Вот. Теперь мне нужен прямоугольник, да? Мне нужен прямоугольник, и я знаю, что у прямоугольника будет всегда один тип. Ну, пусть это будет номер один. И вот я что делаю? Я создаю Rectangle, делаю ExtendFromShape, то есть из этой фигуры, и делаю, что Rectangle, он у меня тип будет один. Вот. То есть он на самом деле не отличается, Rectangle, от самого Shape. То есть прямоугольник, он не отличается от фигуры, так как прямоугольник тоже фигура. У него тоже есть метод, у него тоже есть свойство MType. Даже у него это свойство определено в единице, а в Shape он неопределенный. Вот он. Здесь нет, неопределенный, а здесь мы вот единицу поставим. Вот. Мы могли бы сюда поставить какую-то вещь, чтобы GetRectangle, да? Он по свечу и так далее, он все это сделал бы. Такой проблемы нет. Но почему мы так сделали? Давайте проверим дальше. Я создаю Circle, круг, другую фигуру, которая тоже ExtendsFromShape. То есть из Shape я создаю фигуру Circle, и ему говорят, что это второй тип. И когда мне нужно теперь использовать... Когда мне теперь нужно использовать фигуру, что я делаю? Я в Graphic Manager, какой-то другой класс, да? Делаю Draw Shape. Нарисуй мне фигуру. Отдаю ему фигуру. И в зависимости от типа фигур, м-тайпа. Если это один, я делаю Draw Rectangles. Если это два, я делаю Draw Circles. И так далее. Если у меня там третий, четвертый, пятый, энная какая-то фигура будет, я делаю, что... Кейс такой-то, Draw название фигуры. Draw название фигуры и так далее. Ну, как вы видите, он немножко неправильный, да? Что произойдет, если я хочу добавить еще одну фигуру, то мне придется вот этот Graphic Manager менять. А Graphic Manager, его задача это не находить фигуры, а рисовать фигуры. То есть, у него там, не знаю, он должен рисовать, мы не должны его трогать. И таким образом у меня получаются такие вот разные-разные-разные методы. То есть, как вы видите, Draw Circle, Draw Rectangle, Draw Square, Draw другой и так далее. Вот, у Graphic Manager такие функции появятся. Как вы видите, да, так можно писать. Да, это код будет работать. Да, здесь как бы OpenClose, принцип это держится. Вот он один, из него я Extend сделал. Потом я его использую здесь и так далее работает. Ну, есть такое одно но. Что произойдет, если я добавлю еще одну фигуру вместо Circle, добавлю, например, Square, да, квадрат, который будет M-Type 3. M-Type 3. Я должен буду добавить Class плюс здесь в Graphic Manager я должен буду делать Case 3, Draw Square и S передавать. Потом создать еще один здесь метод, паблик какой-то Draw Square и передается Square. И внутри него там как вызывать функцию рисования этого Square. Это уже как бы, как вы видите, при каждом изменении затрагивает несколько классов. И это неправильно. Ну, это можно сделать, но немножко неправильно, потому что мы теряем вот этот Single Responsibility, хотя мы OpenClose как бы не удерживаемся. Из этого я сейчас покажу вам немножко другой вариант этого же, этого же сценария, только он будет немножко легче при добавлении новых фигур. Итак, смотрим. Значит, у меня есть Shape. У меня есть Shape, я ему говорю, у тебя не тип есть, а у тебя есть метод Draw, рисование. То есть, любую фигуру мы можем нарисовать, правильно? Я пока не знаю такой фигуры, которую нельзя рисовать. Даже точку же можно нарисовать, как я знаю, да? Вот. Значит, любую фигуру можно нарисовать. Из этого мы делаем Shape и у него даем метод Draw. Потом создаем Rectangle, который расширяет класс Shape, вот он, да? И мы переопределяем, ну, не переопределяем, а мы определяем целые функции, целые методы для метода Draw. Мы делаем Draw the Rectangle. Здесь мы пишем сам код ректангла. Как он... Как рисуется прямоугольник, мы его здесь поделаем. Создаем другой класс Circle, тоже от класса Shape. У него тоже мы определяем тело функции Draw. И мы там пишем, как Circle работает. Вот. И когда мы уже делаем Graphic Designer, у Graphic Designer теперь будет приходить Shape. Он будет вызывать для этого Shape Draw. То есть он просто берет и говорит, давай, нарисуй. Вот так вот. То есть он не будет через кейсы и так далее работать. Здесь, что хорошо, если завтра я добавлю третье, четвертое, пятое и так далее классы, которые из Extender все это работают. Вот я расширяю... Я расширяю свои возможности, новые классы добавляю, да? Я не трогаю график дизайнера. Я не должен его трогать, так как он закрытый. И все, его кто-то когда-то сделал. Я не могу его изменять, если я добавил новый класс. Из этого, вот в этом варианте, как вы видите, всегда я передаю любую фигуру. У любой фигуры есть метод Draw. Из этого график дизайнер не меняется. Он работает так же. А я могу в любое время просто добавить новую фигуру и с ним работать. То есть, передавать им. Теперь понятно? То есть, в общем, все решается добавлением одного класса, да? Да, да. Все это решается добавлением только одного класса. Например, там Square и все. А все другие типочки, они не трогаются. Я даже могу массив фигур создать. И массив фигур, я свой новый Square тоже могу отдать. И график дизайнер, когда будет рисовать из своего массива фигур, он его тоже нарисует. Он не упадет. Скажите, пожалуйста, вот это же похоже на то, что у вас там было написано. Это же похоже на интерфейсы. На интерфейс, то есть у вас в шейпе дана функция, а потом вы уже в каждой фигуре эту функцию переопределяете? Вы дизайнераете? Да. Да. Это и говорит, что... Все... Да, слушай. То есть, вот такие шейпы, это не класс, а интерфейс, да? Ну, можно и класс, можно и интерфейс. Это на самом деле абстрактный класс. То есть, это класс, но который имеет абстрактные методы. Это класс. Это просто есть интерфейс, есть абстрактный класс. Интерфейс, он определяет только определение методов, чтобы вы должны как бы их переопределять и там как бы всегда использовать. А абстрактный класс, он также содержит и какие-то методы. Рабочие методы он тоже содержит. Вы можете их тоже как бы напрямую использовать. То есть, к примеру... Так. Что общее для всех фигур? Там... Которые... Так. Сейчас. Как можно было бы это сказать? Есть, к примеру, какие-то методы, которые общие для всех фигур. И вы можете его написать в классе Shape. Внутри класса Shape вы можете его написать. И вам не нужно будет... В каждом классе отдельно-отдельно такие методы использовать. Ну, к примеру, что можно взять, да? Ну, к примеру, поменять цвет фигуры перед рисованием. Ну, просто саму цвет ее поменять, к примеру, да? И вот. Менять цвет для любой фигуры, она же одинаковая будет, правильно? Я просто отдаю ему setColor какой-то, и он этот color использует. Вот. Это можно написать в абстрактном классе, который там Shape. Не абстрактном, а вот в реальном классе Shape. И у него там написать здесь setColor. И в этом setColor он будет у себя хранить цвет этой фигуры. И этот setColor, он будет работать всех классов, всех дочерних классов, которые делают Extend от нашего Shape. Вот. Для таких случаев интерфейс, он немножко не подходит, потому что интерфейс, он дает только название метода. А здесь Shape подходит. Смог объяснить? Нет, да, конечно. Каким образом вот тогда объявить вот эту общую функцию, чтобы в других классах ее тоже можно было заплатить? А, его просто делаете вот в таком виде, там, public voidDraw вот сюда. Вместо слова abstract, abstract слова не будет. Вместо этого будет просто public. Все, он как обычный метод будет работать. А там ничего не пишите. Вы можете просто вот здесь s.setColor можете делать. То есть любой какой объект приходит, ему можете уже цвет отдавать. И в этом цвете его будут прессовать. А что, то есть, вот, а, это, s, это объект класса Shape, именно. Да, да, это Shape. Не конкретно. А вот если, например, здесь было бы не Shape, а Rectangle, то этот метод был бы даст Kupin, или нет? Да, да, да. Потому что я сюда, я сейчас могу на Draw Shape отдать Rectangle. На метод Draw Shape я могу Rectangle или Circle отдать, так как они тоже считаются Shape. Вы в практике мне вот это скажите, я в практике вам покажу это, как это делается, хорошо? Мы примерчик там сделаем. Просто напомните, и я вам это скажу. Хорошо. Так, давайте тогда дальше немножко пойдем. Пришли к середине. Знаете, да, это какая птица? Лисков, наверное, это имя какое-то. Лисков, да, это имя. Ну, а в чем дело здесь птица такая? Вот она там красивая, с вами пахнет. С вами есть Лискова. Может быть, лицо этот, как его в песок сразу прятать надо? Нет, просто у этой птицы есть такая вещь, что она птица, и у нее есть такое свойство, которое у многих птиц нет. Я не говорю, что у всех, потому что у некоторых тоже его нет. Это птица, и она не летает, она бегает. Правильно? Ну, я хотел бы сюда пингвина тоже поставить. Ну, тогда это все ясно было бы. Пингвин тоже, если так посмотреть, она птица. Но она плавает. То есть, если у вас есть дочерные классы, если у вас есть дочерные классы, то они должны соответствовать, полностью соответствовать своим основным классам. Давайте теперь приведу пример. Ну, главное, вы запомнили эту птицу, правильно? Так. Идем и смотрим. Есть у меня класс bird. Как вы знаете, все птицы, они летают и едят. Правильно? Вот, fly и eat. Bird, он fly делает и eat делает. Потом я делаю класс crow, extend bird. Ну, ворону создаю, да? Ворона, она летает? Ну, да. Ну, да, летает. А она ест? Конечно. Ну, да, она живая, она должна есть. Все, нормально. Делаю теперь следующее. Я делаю ostrich. Ну, страус. И здесь я должен теперь fly, определить такую вещь, что unsupported operation exception. Почему? Почему я должен здесь кидать exception? Потому что ostrich, то есть страус, она не летает, она бегает. Правильно? Вот. И... А? Нет, нет, все, все понятно. И вот, получается, что ostrich это птица, но у этой птицы есть метод, который не соответствует птице, то есть ostrich, страусу. То есть у страуса есть такой метод, который не соответствует птицам, которые мы понимаем, да? Ну, ладно, пока пусть пока так постоит. Я сделаю вот такой вот код. Birdtest. Проверка моих птиц. На int-main, кстати, в void-main я делаю birdlist. Вот как раз таки, когда я спрашивал, я вот такие вещи хочу показать. Я делаю список птиц, list of birds, that is birdlist, переменная birdlist, array list bird, то есть это список, array list, это список птиц. Я могу теперь на birdlist добавить bird, или на birdlist я могу добавить crow, birdlist могу добавить ostrich, то есть я могу все эти птицы, разные-разные птицы, добавить на эту же переменную. Хотя эта переменная принимает только bird, но она, как вы видите, принимает и bird, и crow, и ostrich. Видите? Он всех принимает. Почему? Потому что дочерние классы тоже считаются типом класса их родителей. Вот почему он принимает. Теперь говорю, let the birds fly. И говорю, давайте отпустим всех птиц, пусть они полетают. Я отдаю список. И эта функция должна всех их на fly отправить. Let the birds fly. Я отдаю ему список. Так, он что делает? Он по циклу, он по циклу birdlist, создает bird, и делает bird fly. И тут в каком-то момент у меня получается unsupported operation exception. То есть он ошибку дает. Как это так? Я думаю, я создал птиц. Я сказал, чтобы они полетели, а они не летают. Вот вот здесь вот идет и принцип Лискова. Значит, дочерний класс должен соответствовать, полностью соответствовать своему родительному классу. И, как вы видите, fly у него работает ошибкой, потому что страус, она не умеет летать. Вы говорите, ворона, летай, она полетела. Страус, летай, она говорит, не понял. И головой в песок. Да. Поняли? Вот так вот. И, чтобы таких случаев не было, предлагается сделать следующую вещь. Создаем bird, создаем bird, который может eat. Ну, создаем птицу, которая может только есть. Ну, самое минимальное сходство мы в один класс собираем. А потом делаем flight bird и non-flight bird. То есть, flight bird это птицы, которые летают, non-flight это птицы, которые не летают, ну, пингвины и так далее. И у flight bird у меня будет fly, а у non-flight у меня ничего не будет. Вот. И таким образом теперь я могу ostrich взять из non-flight пингвина взять из non-flight а crow брать из flight bird. То есть, если птица, если мой класс, который там буду использовать, соответствует, то есть, птица, которую я буду использовать, если она летающая птица, я использую flight bird, если не летающая, то я использую non-flight. И получается, у меня никогда exception не будет. И я создам вот этот вот let the birds fly, только для flight bird. Не просто bird, а flight bird. То есть, у тех, у кого есть метод fly, вот этот вот, метод fly, только для них я создаю функцию let the birds fly. Понятно? это получается, еще возможно до добавления страусов мы должны заранее предугадать, что возможно наше приложение появится и заранее спланировать и создать дополнительные два класса. Но так обычно не всегда бывает. Обычно расширяется уже позже и нужно переписывать все. Она расширяется позже, конечно, да. Передугадять сложно по этому принципу, но нужно, если очевидные такие вещи есть, которые можно увидеть, лучше их учитывать заранее. То есть, птицами вы знаете, а вот собаками кусается, не кусается и так далее. Не знаю, есть, не есть. И вдруг получается какой-то новый вид собаки, который даже ходить не умеет. Все, у вас уже структура должна поменяться. Вот да, тогда вам нужно будет рефакторинг делать. А если вы уже знаете, какие у вас будут типы классов, вы можете уже заранее вот это все подготовить. Вот такие мелкие-мелкие куски там поделить. Я же говорил, не все принципы работают одновременно. Каждый принцип можно применить в тот момент, когда у вас это уже возникает. То есть, если есть подходящий момент, лучше применить это. А если нету такого потребности, то пока можно оставить. Так, понятно этот принцип? Да. идем дальше. То есть, там смысл был в том, что у вас изначально был один дочерний класс, в этом классе для разных вещей одна и та же функция работала по-разному. То есть, это не надо допускать, да? Нет, метод. У меня в втором классе, в дочернем классе не определен функция fly. Целой функции fly нету, потому что у него понятия такого fly нет. Этот принцип говорит, что нельзя, чтобы метод не был определен. вот это в принципе это. Но он же у вас здесь определен на fly и то, что надо делать. Надо, вот как вы видите, здесь throw new exception идет. То есть, он останавливает процесс, он ошибку дает. А он не должен ошибку давать, а он должен правильно работать. unsupported operation exception. Он exception кидает, он ошибку кидает. И когда ошибка кидается, полностью процесс у вас цепочка отделяется, останавливается обработка вашего кода. То есть, ваш процесс, он останавливается в том месте, где throw у вас идет. То есть, у вас есть 10 разновидностей птиц, вы каждого-каждого отпускаете, они начинают летать, отпустили страуса, он дал ошибку, у вас там еще 5 птиц остались, вы эти 5 птиц не смогли отпустить. Поняли? Из-за страуса вы не смогли дальше пойти, вы остановились. Вот, чтобы таких вещей не было. говорить. А вот у вас в классе вообще нет метода fly? Да, здесь нету, потому что он будет работать с этим fly, как его определили до него. То есть, если в дочернем классе явно функцию не переопределить, то будет та, которая в классе на родитель. Да, это и есть преимущество дочернего класса. То есть, зачем нужен дочерний класс? Он нужен для того, чтобы не переписывать весь код, который есть у родительского класса. Если у него там есть, вы просто extend делаете, добавляете свой один метод, все, у вас теперь было 100 методов, вы добавили один метод своему дочернему классу, теперь у вас стало 101 метод у этого класса. Вот так. То есть, теперь 101 метод будет не у изначального, а у дочернего класса. Да, у дочернего будет. У начального у него всегда 100 будет. Он не меняется. И вот для переопределения как функции родительского класса, надо просто в дочернем классе эту же функцию написать по другому да. 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 Понятно. Понятно. Окей. Давайте идем дальше. Где у нас книга, бумага, карандаш. Интерфейс segregation principle. Клиент should not be forced to implement unnecessary methods which they will not use. Ну посмотрите рисунок. Вот у нас есть два вида бумаги. Здесь есть два вида бумаги. Одна из них книга, вторая из них это вот эта бумага. Вопрос. Что мы делаем с книгой? Читаем. Просто читаем. Туда ничего не пишем. Правильно? только читаем. А что мы делаем бумагой? Туда пишем. Значит бумага, книжная бумага или вот такая записная бумага, они могут содержать информацию и они могут принимать информацию. То есть можно туда писать и можно от него читать. Вот. Интерфейс segregation principle говорит не заставляйте своих клиентов делать то, что им не нужно. То есть вот книга, вы говорите книга, ты же бумага, я на тебя буду писать. Не заставляйте книги принимать ваши записи. Понятно? Хотя они оба бумаги. Вот. С примером я более-менее лучше давайте объясню. Есть у меня ресторан. ресторан интерфейс. И я думаю, так, что может делать ресторан? Ресторан может accept онлайн ордер, ресторан может принимать онлайн заявки, take telephone order, может принимать заявки по телефону, заказы по телефону, pay online, оплатить онлайн, ну, пускай в тупи и так далее, walking customer order, клиент сам приходит и заказывает, pay in person, оплата на месте. Представляете, такие вещи есть? Какие-то проблемы не видите здесь? Не во всех ресторанах есть это все. Вот, не во всех ресторанах есть это все. Вот, это по нашему привившему принципу, нам нужно было все метод определить, а ну не у всех ресторанов такие вещи есть. К примеру, возьмем online клиент, да, вот, клиент implementation, который из ресторана интерфейса берет, да, вот, если это онлайн ресторан, то он может, accept онлайн order, он может сделать, я сюда могу логику написать, а take telephone order я могу сделать? Да, а это же онлайн, это же сайт, это онлайн ресторан, это веб-сайт, который принимает заказы, у меня нету телефона там, вот, идем дальше, не видел, что такое было, не видели, что такое было, ага, ну, Узбекистане, там еще снизу пишут контакты, там еще будут позвонить, да, это Узбекистане там из-за того, что у нас клиентская база маленькая, они все методы вместе делают, а есть такие места, где они телефон даже не используют, им не нужно, почему они основном используют working, приходят, заказывают, забирают, приходят, заказывают, забирают, это как бы, не знаю, как Макдональдсу вы позвонили, сказали, вот вот такое так, наш онлайн ресторан, он принимает онлайн заказы, но не принимает по телефону, следующее, pay online, он принимает оплату онлайн, working customer order, некуда идти и заказать, потому что это просто веб-сайт, откуда вы это все заказываете, pay in person, так как некуда туда идти, вы там не можете на месте оплатить, вот, значит, получается, я только два метода, accept online order и pay online я могу использовать, а другие не использую, и как это правильно или нет, вот, интерфейс segregation говорит, если у тебя вот такие вот вещи есть, лучше разбей все эти методы по разным классам и по нужным интерфейсам, по нужным интерфейсам их собери, объясню с помощью рисунки, так, видно или нужно немножко увеличить, видно, видно, так, смотрите, у меня есть три вида клиентов, есть онлайн клиент, есть телефон клиент, есть walking клиент, то есть есть клиент, который только онлайн работает, только онлайн заказ отправляет, только онлайн оплату делает, есть клиент, который по телефону заказывает, есть клиент, который приходит к вашему ресторану, посмотрит, как это все вы готовите и потом заказывает, вот они, трое, с этой стороны у меня есть онлайн клиент имплементейшн, телефон клиент имплементейшн и walking клиент имплементейшн, то есть имплементация для каждого вот этого вида вот у меня есть, я делаю экстенд от этого класса и это все как бы такой афат интерфейс, большой интерфейс, как нужно это все рефакторинг делать, рефакторинг делается следующим образом, есть in-person payment, есть онлайн payment, то есть разделяем сначала по пейменту, это оплата на месте и онлайн оплата, создаем два отдельных интерфейса, вот, и в нашем интерфейсе мы можем использовать, здесь вот в нашем интерфейсе есть pay for order оплатить для заказа и вы оплатить для заказа можете принять либо этот метод, либо этот метод, вот, потом если у меня есть телефон клиент, клиент, который по телефону говорит, да, то что мы делаем, мы берем другой интерфейс, order интерфейс, который place order, который принимает заказы, принимает заказы он может либо working order, либо из телефон order, либо из онлайн order, то есть в этом интерфейсе я могу сделать, выбрать только те интерфейсы, которые я могу приятить, это будет либо заказать на месте, либо по телефону заказывать, либо онлайн заказывать, вот, нужный интерфейс, я сюда подключаю, и вот, теперь у меня есть возможность для телефон клиента отдельно сделать такую вещь, что давайте вот так покажу, да, вот, для телефон клиента теперь я могу взять pay for order, метод заказа, как бы, на месте и оплата на месте, или для телефонщика можно, как бы, сделать онлайн payment и телефон order, то есть я могу теперь из этих двух какого-то одного выбрать, и из этих трех одного выбрать, и получается у меня разновидности, как бы, до шести, да, да, все разновидности у меня интерфейс, получается, и вот, вот эти вот зеленые, когда я готовлю, в зависимости от той или иной, то у меня в этом, внутри этого зеленого класса будет один из методов pay-for-order и один из методов place-order, то есть один из методов оплаты и один из методов заказа, в каждом вот этом зеленом. То есть я разбил, то есть в клиент можно прийти там либо сам забрать и на месте заплатить, да, либо заказать и онлайн заплатить, как за фоншер и короче. Да, если такое сделать, смотрите, я делаю как, я могу создать класс, который принимает онлайн и оплачивает на месте, вот один класс создал, да, принимает онлайн, там, например, оплатит, так, заказывает по телефону, если вдруг вам нужно будет оба делать, то вы просто берете из этих двух зеленых создаете третий класс, который будет уже содержать то или иное, как бы. так интерфейс загрегейшн говорит, выбирайте один из оплат, один из заказов и создайте вот такой вот метод. Понятно? Каким тогда образом, наверное, вот так, каким образом тогда с этим была связана бумага на книжном бумага и оптистикеры? Каким образом с этим был этот связан? Смотрите, хороший вопрос. Есть стикер, куда можно только писать? Там ничего не написано. Есть книга, которую можно только читать? Там ничего не написано. Есть книга, которая там написана? Есть упражнение, куда нужно писать? То есть, когда вы по-английскому workbook используете, в workbook есть задание, вам нужно туда же заполнять. То есть, по сути, они все бумаги. По сути, у всех либо информация есть, либо информации нету. Но каждый из них это отдельный тип объекта, который использует те или иные методы. Вот эта бумага, она использует метод нет информации, сам допишешь. Вот эта книга, она использует есть информация, не пиши. Есть третья, которая говорит, у меня есть информация и можешь писать. но не заставляйте эту книгу, чтобы к нему можно было писать. Для этой книги я один из интерфейсов не буду имплементировать. А для вот этой бумаги я не буду другой интерфейс имплементировать. А для третьей, который там workbook, упражнение английского, там нужно слова писать, у него я могу и читать, и писать. вот из-за этого я вот такую фото вставил. Окей? Так. Это решается каким образом? То есть для класса бумага есть и написание и чтение? Есть написать бумагу, есть прочитать из бумаги. И когда я делаю стикер, я делаю только из написания бумаги. Когда я создаю книгу, я его создаю из чтения из бумаги. А когда я создаю workbook, я создаю из той и другой. То есть есть класс бумага, а есть очередный клуб, ну вот так, есть класс бумага, у него есть оба метода и писать, и читать. Нет, нет, не так, не так. У меня есть один отдельный интерфейс. Читать из бумаги, вот он, один отдельный интерфейс, написать бумагу, писать бумагу, вот. И когда я создаю записную бумагу, я только применяю вот этот один, где можно было написать. Когда я создаю книгу, я делаю только один, от который можно читать. Когда я делаю workbook, я подключаю и написать, и читать сюда. То есть когда мне нужно, я только тогда подключаю какой-то интерфейс. Когда мне не нужно, я не буду этому классу подключать ненужные интерфейсы, ненужные методы. там же еще можно два, три, пять интерфейсов учить. Вот почему интерфейс segregation принцип, то есть разбиение по интерфейсам. Вы каждый метод отдельный интерфейс делаете, все забыли, и когда вам нужно, вы просто список интерфейсов даете, вам все эти методы не даются. Да, да, все понятно. Так, идем дальше. Лампочка, которая сама себя включает. Это парадокс, Чтобы она сама себя могла включить, она у нее должна быть электричество. А если у него электричество есть, зачем его самой себе включать? Итак, dependency inversion принципа. Depend on abstraction, not on concreation. Dependency inversion принципа говорит, не подключай свои модули или библиотеки напрямую с твоим кодом. Всегда используй абстракцию. Что это такое? Вы можете использовать класс и в этом классе создать переменную и переменную какого-то класса. и этот класс используя. К примеру, возьмем автомобиль, туда поставили руль от BMW, в котором есть пульт управления, радио, окон и так далее. и когда вы создаете класс BMW, вы взяли и напрямую подключили руль и все методы уже подключены и работают. И вдруг приходит новый руль, пусть будет Mercedes или другого. И теперь вы не сможете отключить руль BMW, потому что у него уже все кнопочки напрямую к вашей автомобилю подключены. то есть у вас есть модули, у вас есть модули и каждый модуль конкретно подключен к конкретному классу. То есть между классами ничего нет. Вот. И у вас возникает вопрос как теперь это поменять. На самом деле сейчас в настоящее время вы любому автомобилю практически можете любой руль поставить. Почему? Потому что гнезда для руля или другое там любой интерфейс у вас сейчас он стандартный более-менее стандартный. Даже когда вы в университет приходите и заряжаете свой телефон основном у вас два или три вида зарядки есть. Хотя если посмотреть историю там 15-20 лет назад у каждого модели телефона была разные зарядки. То есть если вы меняли телефон вам нужно было зарядку тоже менять. А сейчас такого проблемы нету. они взяли там перешли на какой-то общий знаменатель общий интерфейс. Это dependency inversion principle то же самое говорит. То есть вдруг мне нужно вот этот модуль убрать и и вместо этого модуля что-то другое поставить. Если я уберу этот модуль и сюда поставлю какой-то другой модуль то мне придется переписать код вот в втором модуле вот здесь. Так как я здесь переписываю он тоже подключен я здесь тоже должен это все переписывать. Почему? Потому что я напрямую использовал его переменные без интерфейсов я использовал когда класс использует класса и Dependency Inversion принципу говорит всегда используй абстрактные интерфейсы то есть помните мы создавали Bird интерфейс Bird который имеет метод Fly или создавали ресторан который принимает онлайн ордер он говорит когда у тебя на high level то есть на main функции где там запускаете и так далее вызывается вот эта библиотека low level модуль вызывается вызывай его через абстрактный интерфейс то есть ваш модуль имплементирует этот интерфейс и там написан ваш код а вы здесь используете только интерфейс а кто к нему подключен вы не смотрите вот это что даст если вдруг вам нужно завтра поменять алгоритм алгоритм вашего класса на low level модуле каком-то маленьком модуле вы безболезненно можете взять поставить этот класс и вы не будете менять ваш главный модуль так как у вас следующий класс тоже будет дочерним классом этого интерфейса то есть она будет это интерфейса вот dependency inversion говорит что всегда используют этот метод то есть примежитки соединения библиотек с вашей программой всегда пусть между ними будет интерфейс будет интерфейс смог объяснить если честно не очень так возьму чуть-чуть полегче да возьму пример такой ну можем вот вот это тоже пример взять нет интерфейсом вот к примеру у меня как интерфейс есть shape у него есть draw да к примеру я создал два класса вот этот rectangle у меня есть и говорится когда ты делаешь здесь draw shape не указывай rectangle параметры а указывай его интерфейс чтобы ты мог через интерфейс его вызывать а здесь приходит rectangle или другое это уже не важно будет вот об этом говорят а это то что вы говорили получается то есть вот этот rectangle можно было бы написать здесь draw shape и сюда rectangle напрямую написать и получилось бы как я создаю новый circle а этот circle я не могу передать draw shape почему потому что draw shape принимает только rectangle вот таких чтобы прямых связок не было говорится чтобы создайте пряможичные интерфейсы чтобы они только через интерфейс принимались вот тогда вам не нужно будет много кодок менять вот подумайте здесь у нас только два класса подумайте у вас есть какой-то метод который ну вот этого циркла не было у вас только rectangle и все ваши модули в зависимости от rectangle писали и думали зачем мне shape указывать когда у меня есть rectangle и напрямую начали rectangle использовать draw rectangle calculate rectangle найти периметр rectangle найти окружность не окружность а этот ну калькуляции по shape вы делали на самом rectangle напрямую ну так как у вас был только один один класс проходит время там пару месяцев там год и говорят короче мы дальше не будем строить только прямоугольные дома мы теперь будем строить круглые дома и вам скажут тебе же не трудно вычислить периметр нашего дома вы скажете не проблема ну все добавь circle пусть теперь наша программа будет работать и для прямоугольного дома и для круглого дома а вот теперь подумайте у вас везде там где-то остался через shape код где-то остался через rectangle и теперь вам нужно circle добавить и все вы уже идете и везде свои rectangle меняете на shape теперь то есть вы свой написанный код который вы писали 2-3 месяца вы переписываете там в течение месяца все это изменяете чтобы можно было использовать только использовать circle а если вы если вы вы до того как 3 месяца писали код вы сделали бы один интерфейс вот такой shape для rectangle хотя вам говорят что мы будем строить только прямоугольные дома и так далее год назад так сказали вы так shape выбили и везде в своем коде вы shape использовали а rectangle только один раз описали и все работает и через год когда вам скажут теперь будем круглые дома строить у вас проблем не будет вы просто добавите круглый дом который из shape и полностью ваша архитектура дальше будет работать ваши бизнес логики и так далее там вы ничего не меняете вот об этом говорит dependency inversion принцип понятно теперь так вот и так это был в принципе последний принцип буква D строит и думаю все вопросы есть у нас еще оказывается здесь надо вы не могли пожалуйста показать пример вот этого 5 принципа пример в смысле в ходе как это написать как написать это вот так я сейчас объяснял к примеру вот этого нет у вас shape нету circle у вас нету у вас есть только rectangle у у есть draw и так далее другие вычисления то есть у вас есть только прямоугольник потому что дома обычно строятся прямоугольные прямоугольный дом и у вас какие-то калькуляции там сколько этажов у этого дома будет сколько площади у него будет сколько периметра будет там количество квартир в этом доме и так далее вот вы написали rectangle дом да и дальше вы сделали такие вещи как для отдела продаж систему отдельную сделали где он список домов показывает и так далее тоже через rectangle сделали потом для маркетинга вы сделали другую которую там они там будут продвигать там и так далее для финансистов вы сделали другую там которая будет вычислять где в каком доме сколько квартир продано сколько еще там нужно продать и так далее да и один прекрасный день когда это все работает нормально да отлично все работает ваш начальник приходит говорит короче мы хотим изменить там новую это сделать и теперь мы будем круглые дома строить а когда у вас круглые дома у вас один маленький вещь меняется у вас площадь и окружность окружность или периметр он по-другому считается только вот этот а количество квартир там сколько продано сколько не продано это ничего не меняется окей и вот вы везде использовали ректангл а теперь нужно добавить церковь чтобы добавить церковь теперь что вы делаете создаете церковь возможно из ректангла вы его создаете но когда вы из ректангла его создали у него новые методы появились окружность да а окружность такого метода у ректангла не было у него был периметр и вот вот здесь у вас возникает проблема что вы не можете теперь ваш церковь дальше продвигать и вам придется менять код и в отделе продаж и в маркетинге и в финансовом отделе и так далее а вот последний принцип говорит если такая задача у тебя ставится он говорит все свои общие методы выкинь на какой-то отдельный интерфейс вот да у тебя есть ректангл дом здесь постой здесь один интерфейс дом площадь дома периметр дома количество квартир в дому сколько продано и так далее и используй экстенд этого дома создай прямоугольный дом и работай своим домом нигде слово экстенд не нужно использовать в параметрах методов да везде используй дом и тогда через какое-то время когда тебе нужно будет круглый дом построить ты просто перепишешь некоторые только функции которые есть в твоем интерфейсе да только некоторые и отдашь поток он тоже будет работать так как у вас здесь интерфейс и у вас есть Luzkov принцип который заставляет вас применять все функции базового типа то получается что все функции которые в вашем интерфейсе есть они тоже здесь тоже будут описаны из-за этого нигде он не упадет потому что с raw exception у вас нигде не будет вот вот такой вот он вещь говорит что да можно использовать только один класс когда у тебя этого нету этого нету только один да можно но говорит давай лучше выведи его на отдельный интерфейс вот таком чтобы завтра ты мог новый тип туда добавлять вот этот принцип пятый понятно то есть в отдельный интерфейс надо в данном примере вынести функцию вычисления площади или что вычисления площади вычисления периметра то есть все всю логику которые все методы которые можно стандартно использовать и для других типов вы выводите на интерфейс то есть чтобы можно было другие типы добавлять но при этом все равно нужно будет создать отдельно класс круга но только на прохозе вот этого интерфейса сколько там обходится постройка одного квартиры сколько мы его продаем там сколько мы туда ремонт делаем где у нас там отправился что там где нужно исправить и так далее вот везде там название вашего класса идет и вот если вы везде использовали ваш интерфейс название класса в виде интерфейса то если вы завтра круговую добавите круглую квартиру или круглый дом когда вы добавите другие бизнес-слойки они не поломаются понятно то есть по сути смысл в том что если знать что короче вот эти все общие функции для нескольких классов асов их надо занести в один интерфейс в отдельный интерфейс да не один а отдельный да отдельный интерфейс да то есть в этом одном интерфейсе будут все общие функции не важно чтобы он был один интерфейс вы можете через segregate принципы можете их 10 интерфейс создать не важно главное чтобы не затягивались в одном классе вы использовали этот класс через интерфейс да понятно да давид у вас тоже вопрос был я просто в том смысле то что я хотел сказать то что вот этот пятый дил он скорее всего чаще всего используется потому что это всегда такое тоже приходится переписывать до пятому приходит когда когда вы уже все сделали один раз грабли наступили потом в следующий раз вы уже всегда будете пятый использовать обычно у нас так то есть когда начинаешь вы пятый даже не понимаете и не делаете а вот когда уже большие проекты начали писать и понимаете что нужно разные модули подключать вот тогда автоматом будете как бы только и с пятым работать потому что вот возьмем к примеру распечатать бумагу на принтере там тоже стоит один интерфейс на стороне windows какой драйвер вы ему дадите он под этим драйвером вам распечатают в принципе то есть в ворде как вы знаете распечатка бумаги там он для каждого принтера отдельно не написан он сделан один и какой интерфейс какой драйвер туда подключить подключено он с ними работает а как ворд узнает что у этого драйвера есть функция печати функция там мардинов там как бы пустых мест осталось и так далее это все описано в его интерфейсе из этого все драйвера пишутся по интерфейсу который дал windows из этого этот же интерфейс может уже использует пока soft office и все это работает если бы ворд напрямую использовал бы какую-то драйвер то когда новый принтер выходит вы не могли бы печатать распечатывать на этом принтере так что везде это используется смотрите вы сказали что нужно все эти общие функции вынести в отдельный интерфейс в интерфейсе пишутся только прототипы функций в любом случае в новых классах нужно будет эти функции переопределять в новых да все отличия нужно будет переопределять в новых функциях не про отличия а про вот эти например площадь если я занесу ее в интерфейс все равно в классе прямоугольник я должен буду одним способом эту функцию переопределить в классе другим способом переопределить да да здесь и логика сидит правильно в интерфейсе вы только определяете прототип а тело функции вы определяете в самом классе то есть вам нужно будет и интерфейс и ректангл оба класса писать в начале а после того как вы уже все запустили и вам понадобился класс циркл вот тогда вам будет легче потому что вы просто будете использовать первый интерфейс вы интерфейс не меняете никогда так вот то же самое можно было бы сделать если бы я просто создал бы новый класс круг и вновь все переписал а теперь вы все это переписали да в круге но методы которые использовали ваш класс ректангл они не будут принимать ваш класс круг они просто не будут его принимать потому что он другой и у него даже родитель другой а если бы вы везде использовали родителя shape да и нигде не зависали от ректангла то вы потом когда круг написали и все функции переписали да тогда вы можете использовать дать вот так вот можете пожалуйста отметить меня это Ибрагимов Аслан спасибо вы сможете пожалуйста эту презентацию в группу да да я отправлю